История сотрудничества Российского университета дружбы народов и университета Палермо, одного из крупнейших в Италии, началась еще в 2009 году с подписания соответствующего соглашения. Тогда договорились об обмене студентами и эта программа успешно реализуется уже несколько лет. Но на этом решили не останавливаться. В эти дни в Сочинском институте РУДН проходит целая серия встреч с делегацией из Палермского университета. В повестке дня – вопросы экологии. По словам профессора Валерио Агнеси, Сочи и Сицилия схожи по географии и климатическим условиям. А это значит, что есть общие экологические проблемы, которые можно решить общими усилиями. У нас в Палермо есть определенные экологические проблемы в прибрежной зоне. И я могу предположить, что подобного рода проблемы есть и в Сочи. Также нас очень волнует вопрос сотрудничества в области управления лесным хозяйством. В Сицилии, как и в Сочи, есть несколько национальных парков, которые требуют особой защиты. Перспектива совместной деятельности очевидна, считают обе стороны. Это и развитие научного сотрудничества в вопросах охраны окружающей среды, и участие сочинских студентов в летней школе, которая организована в Италии. Второе – это обмен студентов в получении второго диплома. Потому что такая программа в РУДН уже не первый год работает, и не первое десятилетие. Поэтому наработан у нас хороший опыт, когда студент имеет возможность получить и диплом российского университета, и диплом Палермо университета. Это тоже очень важно. О том, что дает такое международное сотрудничество, обсуждали уже со студентами и преподавателями сочинского института РУДН. Надо сказать, программа пребывания итальянской делегации в Сочи очень насыщенная. Это и круглые столы по вопросам экологического содружества, и многочисленные экскурсии. В числе запланированных – посещение Кавказского заповедника, НИИ медицинской приматологии и Дендрария. По итогам трехдневного визита планируется подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве вуза в Сочи и Палермо. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.